Девочки, сходила в магазин, накупила товару, девочки, сходила в магазин, грудинку куриную купила, вот эти очма купила. Очма и пуача разницу сказала девочке, как-то в одном из видео, что очма это дрожжевое тесто, пуача это на разрыхлителе. Вот это купила, салфетки купила, это две пустые сумки еще принесла, в смысле в них были. Девочки, капуста, девочки, появилась, капуста где-то около трех лир за килограмм, если я не ошибаюсь, чека не дали мне. Куриные грудки много набрала, потому что она по триста с лишним грамм, вот такая вот, в общем, мало грамм там. Яблоки, вот это все взяла. Мне нужно же по 500 грамм айденчику, 500 грамм сейчас разделю, весы у меня есть, сейчас, девочки, весы есть. Сейчас буду взвешивать. В общем, пришла в магазин, утром еще посмотрела, смотрю, какая-то новая девочка, в шок я ходила, девочки. Какая-то новая девочка метет пол возле магазина. Не знаю эту девочку новенькая. Ну, думаю, утром-то обычно один человек открывает магазин, и после обеда где-то, если подходит, то подходит. Не было. И тут намаз-вакид, думаю, сейчас пойду как раз после намаз-вакид, потому что, ну, люди начинают подходить. А думаю, а я во время намаз-вакид пойду. Во время молитвы пойду, думаю, там никого не будет. Пришла, девочка копошится внутри магазина, там что-то, ну, в общем, пыль вытирает. Залезла на самую высоту. Ну, я же не знаю, одна она, не одна. Это по моей логике она одна должна быть. А может, там на складе где-то они возятся. В общем, не знаю, девочки, яблоки. Яблоки около трех лир или пяти. Вот чека нету, чека нету, почему, сейчас скажу. Девочки, сочные, сладкие, шикарные яблоки. Я вот такие вот взяла. Вот здесь немножко шикарные, девочки, яблоки. Ой, посмотрела цену, думаю, так дешево возьму. Тринадцать штук, что ли, я взяла? Двенадцать. Двенадцать штук я взяла. Хорошие, вкусные, девочки, яблоки. Вот так кушать прям. Короче, одна девочка, я ее не знаю, она меня не знает. Ну, я так уже часто не хожу в магазин, девочки. Уже так часто не хожу. Получается, раз в неделю где-то я хожу в магазин. И потом в конце недели мальчиши, если кому что надо, идут, докупают. Лайт кола купила мальчишка. Каждому по бутылке. В общем, я набрала товару. Набрала, пошла в кассу, там две же кассы. Я говорю, какая касса будет работать? Она говорит, сейчас подойду. Думаю, ну ладно. Ладно, девочки. Потому что в одну встанешь, у них нету, у каждой ключа, если нету от второй кассы, она просит в эту пилить. А у меня же товару много. Думаю, что же я буду туда-сюда, туда-сюда. Короче, я встала, как обычно, вот, с крайней на кассу. Она говорит, а, и женщина подошла, там у нее две-три вещи. Она говорит, можно я вот, у меня две-три вещи, это типа ваше? Ну, она не так сначала подошла, спросила. Женщина-покупательница такая же, как и я. Она говорит, это ваше, типа, вы ждете? Я говорю, да. А она потом говорит, а можно я пройду вперед? Потому что, типа, у вас много, а у меня вот только две-три вещи. Ну, типа, вы разрешаете? Я говорю, да, конечно, проходите. Потом эта девочка, а, и она говорит, это, кассир, типа, иди сюда, мы пришли, женщина-покупатель. И эта женщина пришла, девочка молодая, кассир, пришла, короче, и говорит, мне, увидела, что я, у меня же много, туда, говорит, пойду в кассу. Думаю, ну, вот я же у тебя спросила, какая касса, а ты мне сказала, сейчас приду. Ладно. Ну, что делать, девочки? Взяла товар, пошла на ту кассу. Она пробивает, а я вот так вот ношу. Ношу, девочки. Потом она пробила, пробила, и... Это еще одна женщина подошла, тоже встала. Там что-то... Ну, в общем, в очередь встала за мной. Она пробила, пробила, потом говорит, девочки, я хочу, вот капусту уже купила. Хочу верхние листья все оборота, это разобрала, сполоснулась. Хочу сделать капусту. Просто покрошите это. Покрошите солькой, с укропом. Пожмякну. Салат, в общем, хочу, девочки. Не хотела с такого салата. Сейчас покажу. Просто капусту покрошу с укропом вместе. И, в общем, смотрю, что-то тормознулось. Ну, я уже оплатила, 229 у меня получилось за все, за этот оборота. И что-то она тормознулась. Ну, я не стала спрашивать. Вы же знаете мой турецкий. Думаю, ну... Ну, я поняла, что она что-то неправильно пробила, и теперь стоит, не знает, что делать. Думаю, ну, раз она новенькая, во-первых. Молодая. Молодая, после лицея. После лицея, видать, на подработке тоже. Молодая девчонка, опыта мало. Думаю, ладно, а что ее в этом нервируется? Она и какая-то бедная. Ну, нервничает девчонка, видно, видите, пробила неправильно. Я стою, короче, жду. Она говорит, а это... Что она сказала? А она говорит, не страшно. Ну, а я же молчу, не спрашиваю, что случилось. Другая бы спросила, а что ты там делаешь? Давай, я уже же облатила, что ты там... Она пытается, видать, вычеркнуть, переделать. Там название. Она пробила кабак. А это же не кабак, это же капуста. Она мне потом стала объяснять. Типа, у вас не будет проблемы? Я говорю, нет, еще у вас. Она говорит, а... Ну, я, типа, руку тяну, хочу забрать. Она говорит, а мне тогда чек надо вставить. Я говорю, хорошо, оставь себя. Она, в общем, себя оставила. Ну, видно, она нервничает, девочки. Видно. Она неправильно, потому что посчитала. И, понимаете, сделать она, видать, сложно для нее. Это как, помните, я вам рассказывала. Мне нужно было... Это, 250, а она 249 сделала. И я ее заставила пересчитывать. Пересчитывать она тоже сама не смогла пересчитать. И она позвала на помощь. А этой же позвать на помощь некого. Ну, в тот момент мне нужно было. Мили же мы, помните, собирали. А мили, девочки, мы собирали. Муж воспользовался милями. Билет покупал, когда, помните, вот сюда прилетал. Ташкент, Стамбул. И обратно. Туда и обратно. Ну, в общем, билет полторы тысячи с лир ему обошлось. Билет туда и обратно. За полторы тысячи лир разве можно купить билеты? Теле. Полторы тысячи теле всего он заплатил. Доплату сделал, за мили он купил. Он за мили купил, и ему доплату надо было полторы тысячи теле заплатить. Все, он заплатил. Девочки, все. Я крупно, девочки, режу капусту. Сейчас укроп сюда штушенкую. Я тоже мечусь. Мечусь, как-то, а девчуля. И, короче, бананы хотела купить, но нету. Нема. Бананов нема. И, короче, ну и все. Его 229. Ну, она это тычет мне, типа, пальчиком в этот. Тычет, чтобы я посмотрела, чтобы, что, типа, она не врет, что, действительно, вот, типа, проверьте, говорит. Можете проверить по чеку, что я все правильно отбила. Просто вместо капусты, вместо ля хана кабак прочитала. Написала. Ну, видать, цена. Цена, бывает, продукты одинаковые. И, например, они знают, что цена одинаковая. Ну, короче, чернок, в тот момент думала, я не знаю. В общем, я так сделала. Девочки, вот, вот, в общем, такие дела. Сейчас капустный салат сделаю, покажу. Девочки, сейчас курицу, курицу вот помыла. Вот, из-сюда сейчас соль добавлю. Соль и уксус. И буду жмякать вот так. А вот туда в кастрюльку налила воды и курицу. И сейчас чечевицу мне надо сделать. Помыть вот чечевицу. Вытащила. Чечевичный куриный супик. Сделаю укропа. Три пучка там было. Я взяла. Во что? Помыть. По поводу чьим угостить. Типа, помните, я вам рассказывала это соседка. Соседка-турчанка принесла. Ну, где-то стакан чечевицы и три куриные грудки. Принесла, угостила. Ашуре. И вы же сами, девочки, мне написали, что это блины, типа, стеки. Угостите, типа, блинами. Девочки, угости блинами. Блины турки не едят, как мы привыкли. Напекли блинов. Кстати, у меня блины, девочки, есть. Я же пекла с утра. Сгущенку наварила. Сейчас я пока поставлю тогда в таганек. Включу, поставлю. Я же блинов напекла, девочки. Блинов напекла. Целую стопку. Вот так вот прикрыла. Салфеткой прикрыла. Мокрый. Не мокрый, а просто прикрыла, потому что у меня здесь этот есть. Колпачок я вот так закрываю. Стопку и сгущенку варила, девочки. С утра. Я жаворонок, девочки. По молодости была этим, совой. А замуж вышла, когда детки уже родились, то становишься жаворонком. Ну, что говорила? Блинов типа напекла. Угости блинами турчанку. Турки же не едят вот так блины, как мы макаем сметану, там, с вареньем, сгущенком. Блины в турецкой культуре есть. Крэп называется. Даже смесь готовая в магазинах продается. Крэп смесь называется. Но они... Я вам честно скажу, не у каждой турчанки получаются блины. Чтобы, как говорят, первой блинком. Потому что... И поэтому легче купить, пойти в магазине. Готовую смесь. Яйца, молоко добавила. Там по инструкции. Там же инструкция написана, как делать блины. И напекла. Но они не будут такие дырчатые. Один раз я пробовала. Мне для... Интересно было. Муж сказал, зачем ты купила? Я говорю, я хочу посмотреть. Мне интересно. Они не такие, девочки. Все-таки наши... Ну вот, когда сама делаешь... Там же все равно какая-то... Какой-то концентрат. Еще там какая-то химия. Короче. Мне не понравилось. И они делают с начинкой. В основном фарш. Может быть сыр. Или еще гарнитуру вот этот кладут. Гарнитур это горошек, картошка и морковь. Курицу туда добавляют. И вот так вот кладут. Бешамель соус делают. Но это уже, знаете, это европейский вкус. Не каждый турок будет это кушать. Поэтому просто на печь блинов и пойти их угостить. Или там даже с той же начинкой. Это не вариант, девочки. Здесь это не прокатит. Это не пойдет. Потому что человек, если угощает ашуре, значит... Можно, конечно, испечь. Но я не буду. Потому что цель ее визита мне непонятна. И это не нужно, девочки. Для знакомства время у женщин есть днем. Ночью женщины не приходят знакомиться. Днем нужно приходить. Домохозяйки приходят днем знакомиться. А просто, просто хотел человеку угостить. Ее цель же... Она же просто хотела угостить. Все, она угостила. И поэтому... Чем угостить соседа турка? Бюрек испеките. Бюрек. Не умеете. Готовый ювка возьмите. Городские жители, в основном, уже готовые ювка используют. Любой. Для бюреков или для баклавы. Возьмите. У меня есть на канале Суберек делать. Вот если сами сделаете вот такой Суберек. Соседи угостите. У-у-у! Знаете, какой будет? Почет и уважение вам будет, девочки. Если сами вот такой бюрек испечете. Сами из своего теста. Это будет щекомодерный сбоку бантик. Перчик, значит, добавлю. Добавлю сольки. И сейчас пожмакую. И уксусу тоже добавлю. Ну, все, хватит. Уксусу чуток добавлю. И чуток лимончик. А еще кекс можно испечь, девочки. Кекс можете испечь. Шарлотку. Ну, шарлотку тоже не все вам пушат. Потому что это... Ну, вот кто любит, у кого европейский стиль, тот будет. Шарлотку вот такую мокрую. Лучше тогда и слак чоколадокек испечь. Вот это 100%. Всем понравится. И слак. Браун. 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 Шоколадный мокрый кекс. Сделайте, если. О, это любой, любой турецкой семье. Всем понравится, девочки. А лимон не выбрасываю сюда, в водичку кладу. Вот это. Долма. Вот когда моя свекровь после операции была, к ней соседки приходили. Но она этих соседок знает. Моя свекровь тоже не от каждого. И я, девочки, не от каждого могу кушать. Брать. Вот это, например, то, что соседка дала. Я не кушала. Вот вам честно говорю. У нас кушал только октавь. И то потом, когда он задумался, перестал. Две штучки съела, а потом... В общем, понимаете, сытого угостить, накормить. Есть же выражение. Сытого накормить сложно. Это когда глаза голодные. Тогда, конечно, в магазин приходишь, глаза голодные. И все хочется. На покупаешь, на покупаешь, придешь домой. Перекусишь. Потом думаешь, вот набрала, блин. То лару набрала. Зачем я это все набрала? Вот, девочки, постоит. И так берешь, сразу соленое и кисло. Ну, не совсем кисло. В общем, если чисто вот по-нормальному, по-человечески, и ты же не знаешь, какой достаток у людей, прежде чем угощать. Понимаете? Я же говорю, я этих соседей не знаю. Я даже понятия не имею. Я даже ее не видела, кто у нас угостил. Я не знаю. И ее цель мне тоже непонятна. Поэтому моя свекровь, ее... Ей приносили соседи. Но ей приносили соседи не просто угостить, а действительно ее кормили соседи. Так как она была после операции... У них там дружная сете. Вот именно в том доме, где она живет, у них так это. А она тоже не от каждой соседки может взять. Это старенькие уже соседи. Это подружки. Подружки и ее ровесницы. А это ее там дочки, геринки. Кто-то куру фасоли принес, кто-то пиляв принес, кто-то бюрек принес, кто-то... Там, не знаю, еще что-то принес. Вот при мне, когда я приходила, я тоже приходила, приезжала, приносила. Но моя... Моя работа в чем заключалась? Я и перевязки делала, а потом шовчики снимала. После операции. Все, моя работа в этом заключалась. А соседки ее именно вот кормили. Но это же тоже как бы... Понимаете? Они дружат, во-первых, к тому же. Дружат годами. Десятилетиями. А так вот первое это, она не будет кушать. Она иногда сварит свое-то, не кушает. Я говорю, а зачем сделала? Она говорит, ну, вы придете скушать. И это у нас... В общем, ладно, со свекровью отдельная история. Это все знают. Говорит, ты вари то, что ты ешь. Не надо варить нам. Мы потом приходим, она нас это заставляет есть. То, что наварила, она нас заставляет есть. Но она ко мне не пристает. Я говорю, я на диете, я не ем это. Она ко мне не пристает. Она пристает к турунчикам. К турунчикам. Ну, кайдыну тоже уже не пристает. Кук-тай, теперь. Кук-тай постоянно. Ну, вот раньше до этого. Кук-тай пристает. Ну, ук-тай кушает. Ну, он попробует, если невкусно, если не нравится, он не будет. Если вкусно, он кушает. В общем, варю капусту, салат. Вот он должен постоять, девочки. Переложить его надо. В тарелочку сейчас переложу. И в холодильник. В холодильник поставлю, девочки. Это много? Пусть я переложу. И в холодильник поставлю. И пусть это немножко в себя придет. Потом покажу, будем кушать. Чечевичный суп куриный будет у меня. Без картошки, потому что нет картошки. А нет, картошка есть. А я думала нету. Сейчас парочку тогда добавлю. Сейчас закипит курица с чечевицей. Пусть поварятся. Потом картошку брошу. Приправ брошу. Суп готов. Чурбак куриный будет готов. У меня мерджимик. Того клумерджимик чурбасы. Все, девочки. Ух, от девочки, че-то. Не поняла. Смотрите. Смотрите, че тут у нас. Копать, что ли, будет? Или куда-то едет? Либо куда-то едет копать, либо здесь прям будет копать. Видите, трафик такой. А сейчас детки со школы будут, с лицей эти. И вот здесь вообще трафик будет, девочки. Ну, здесь дорогу закроют. Внутри махали будет трафик. Не, он куда-то едет. Ой, какой звук, девочки. Я такой не могу. Ой, хоть уши затыкаю. Ой, девочки, убегаю. Ну, и девочки, звуки, конечно, у нас. Девочки, укроп как храните? Вот я помыла, завернула в тряпочку. И в мешок положу. Кто-то мне писал, девочки, спасибо большое за ваши советы. Типа, в банку поставь и мешком накрой тоже в холодильник. У меня, девочки, для банки нет места. Поэтому я вот в тряпочку заложу. И в тряпочку положу. Ой, какие крики и звуки. Ой, девочки, побежала я из комнаты. Это же ювелирная работа, смотрите. Представляете, ювелир. Он вот эту балду притащил вот сюда, вот эту балду ковшом положил. И сейчас ему надо спуститься или наоборот забраться. Это представляете, какой молодец экскаваторщик. А мой отец, батька-то мой, девочки, машинист экскаваторщик был. Представляете? Ну, это ювелирная работа. Это бы мой отец хлопал бы стоя. Вы представляете, каким надо быть ювелиром в этом деле. Машины кругом стоят, ковшом не зацепить. Ой, браво, браво. И хлопую стоя. Молодец. Ладно, не буду ещать. Все, девочки, а вот этих водителей тоже не меньше ювелирно. Не меньше, как ювелир. Представляете, вот так вот узенькая дорожка и вот так вот строительные машины. Погрузился экскаватор. Видать, куда-то его это повезли на другую стройку. Ой, браво, браво строителям стамбульским. Как они по улочкам, по махале, как экскаваторщики, вот эти грузовые машины, водители. Это просто браво. Честно, девочки. Молодцы. Аференсона. Куста. Ладно. Девочки, погода пасмурна. Может дождь будет, не знаю. Ладно, курицу пойду варить. Варю же супик. Супик варю. Колбаску повесила, пусть сушится. Девочки, в общем, укропчик. Укропчик вот, чуток брошу. Я крупно, девочки, режу все. Мне нравится крупно. Трафик по этому, девочки, светофор же рядом. Все. Перчик, чечевица, курочка, три грудинки, филе. Лучок. Можно чесночок бросить. Сейчас чесночок тоже брошу. Зубчика три. Не резаю. Не буду резать чеснок. Лук я вареный не ем. Я вот так бросаю пол луковицы. Потом выбрасываем. Все. Перчик мы суктайм кушаем. Это нам суктайм. Суктайм. Все. Солку осталось посолить. Пусть варится. И все, девочки. Приятного аппетита. Смотрю, девочки, шоу-канал. Там это показывает передачу. Как называется? Бир. Ой, не помню, девочки, как называется. Бир. Гюзаль, что ли. Про красавицу, короче. Красотки из разных городов. Там даже из Азербайджана есть, из Украины есть. Татьяна. Таня. Написано Таня из Украины. Пока она в конкурсе участвует. Ну, молодец. Молодец. Проехает по-турецки. Молодец. Ну, может быть, она здесь выросла. Либо студентка. Не знаю, честно. Потому что я то смотрю, то не смотрю. По поводу вот этой супчика, девочки. Это не турецкий вкус. Не знаю, говорила я вам. Нет. Это не турецкий чурба, девочки. Турки так не будут кушать. Вы знаете, турки пюрируют суп. Это мой вкус. Мы... Я когда была беременная с Айдыном, пеленки же надо больше шить. 90-е года. Ничего нет уже. Пошли на Кадышево, купили фланельки. Несколько метров купила я фланельки. С мужем пошли. Купили фланельки на Кадышево. Несколько метров. И купила целый рулон. Прям целый рулон в упаковке белый. Белый завязала колбасты у меня. Потому что погода, видите, какая. Целый рулон белый, хлопковый. Вот как простыни были белые в Советском Союзе. Белые хэбэшные простыни. Вот целый метр вот этой ткани купила. Шить пеленки. Пеленки, подгузники шить. Вот эти треугольнички. Много-много, девочки, я нашила. Еще у меня остался. Остался я то ли отдала, то ли чего. Не знаю, куда дело. Куда-то дело, в общем. Не помню. Куда-то дело. Ну, отдала. Кому отдала, не знаю. Фланельку всю израсходовала. Распашонки купила. Болзунки купила. Не было еще памперсов. И потом, думаю, буду шить, попрошу машинку. У деда вторая жена, тетя Аня, царство ей небесное. Хохлушка, девочки. Ой, как она, как она это, гутарила так. Муж что поймет, что не поймет ее. Ну, он еще и сам-то по-русски плохо. В общем, они друг с другом на пальцах. И, значит, пошли мы к ней. И она сварила рассульник с перловкой. Я не помню, то ли курица там была, то ли что. Но она мясо не положила. И спросила, вы голодные? Естественно, голодные. Естественно, голодные. Она ему налила тарелку. Я говорю, я не буду. Я так хлебушек помакаю. Она ему налила тарелку. Целую косушку рассольника. Соленый огурец там был. Перловка. Может быть, на каком-то бульоне она сварила. Но она ему мясо не положила. Из расчета того, что он не будет мяса есть. Я ее, потому что предупреждала. И, значит, картошка там была. Перец вот такой вот. Ну, болгарский перец. Порезанный, правда. Крупно порезанный. Лук там не плавал. Она его, по-моему, выбрасывала тоже лук. Вот про лук не помню, девочки. Ну, такой вкусный. Ну, а мышь голодный. Такой вкусный. И он сидел. Вот как сейчас помню. У него кухня и балкон были как-то. Ну, в общем, на балконе можно было сидеть кушать. И он тоже кушал на балконе. Он говорит, вкусно. Говорит, не турецкий вкус. Ну, как бы. У нас, говорит, в сельской местности тоже так готовят. Ну, говорит, в городе такого супа не найдете вы. Вот именно в Стамбуле вот такого супа. У нас, говорит, потому что пюрируют. А я-то еще и представления-то не имела. Чего думаю за пюрированные супы. Он все говорил, мама, как мама. А мне вообще эти слова непонятны. Как мама, как мама. Ну, говорят же, это потом я поняла. Мама пюриси, говорят же. Детское питание же, оно пюрированное. Вот он. И вот это. Ему, говорит, мы потом шли домой. Машинку тащил. На такси ездили еще, девочки. Машинку тащил. Вот эту. Пеленки шить. Шили пеленки. И он ее смазал, почистил хорошенько. И он шил. Ему тоже нравилось, девочки. Я ему показала, как. Как, что. Он, говорит, у нас дома было. Давно-давно. Ну, такой же, говорит. Зингер у них был, говорит. Зингер. Я, говорит, шил. Мне нравилось. Что-то там. Ну, подшивала, мать, видать, что-то. Ему нравилось. И, в общем, это. Шил он пеленки, девочки. Края обрабатывал. Не оверлоком, а вот так вот. Под это. Подгибал. И потом. По дороге домой шли. Я говорю, ну, тебе точно, честно, говорю, понравился суп? Или ты так, нахвалил? Он говорит, нет, правда вкусно. Почему, говорит, ты такой не готовишь? Я говорю. Я говорю, ты говоришь, это не ем, то не ем. Откуда? Я уже, говорю, боюсь. Я боюсь. Не знаю, что готовить. Да, я говорю, я и не умею готовить-то. Я говорю, ты сам готовь. Вот, в общем, вот так вот. Аферисничала. Учили. Друг друга воспитали. Воспитывали. Девочки, мучий нет ждать. Хочу супец. Супец. Сейчас себе в косушечку, в косушечку чуток положу. Девочки, ой, 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 какая вкуснятина. Девочки, шик модерн и сбоку бантик. Да я курочку не хочу. Я вот похлебать хочу. Похлебать. Ой. Похлебать мне хочется. Ой, девочки, шик модерн и сбоку бантик. Вот укропчик брошу себе еще. Все. Все, девочки, кусочек курочки, наверное, сейчас тоже возьму. Девочки, у меня еще горчичка есть. Шик модерн и сбоку бантик. Девочки, какая вкуснятина. Ой-ой-ой. Можно, конечно, и соленый огурец в суп положить. Но сомневаюсь, что укропчику понравится. Понимаете? Может понравится, а может не понравится. Я же не знаю, какое у него сегодня настроение. Вот, девочки, попробую. Вкусно, нет? Сольки маловато. Сольку надо добавить. Вкуснятина, девочки. Диетический куриный чечевичный супик. Приятного аппетита. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...